Добрый вечер, коллеги! Начинаем с нашу работу. С нами Дмитрий Вячеславович Квартальнов. Пожалуйста, Ваши комментарии по игре. Я считаю, что была интересная игра. Первый период выдержали. Уфа играла в нашей зоне. Нам приходилось непросто. Но, в общем-то, и Тимур там на последнем рубеже сыграл. Побронялись. Но я думаю, что два периода мы сыграли неплохо. И, к сожалению, 2-0 за 8 минут. Видите, как все перевернулось с удаления. Такой гол. И, в общем-то, ну, хорошо после двух голов, знаете, как не свалились, а, в общем-то, продолжили играть. И, в общем-то, и были шансы и как их забить, так и пропустить. Ну, в общем-то, здесь слова благодарности, ребята. Молодцы. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Азамаш Волуков. Здравствуйте. Азамаш Волуков, Медиа Корсей. Вы, как и сказали, был такой мощный отрезок в Салавата за 8 минут 2 шайбы. И на льду в это время тоже были очень огненные драки, потасовки, вот эти пропущенные голы. Силовой башкирован на Вашем вратаре. Как Вы управляли командой в это время? Пытались ли Вы их остудить? Либо, может быть, наоборот, зажигали и идти дальше вперед? Спасибо. Ты хотел дубину взять, и не получилось. Ребят, ну, еще раз говорю, там, ну, надо немножко было успокоить, ребят. В общем-то, здесь, опять же говорю, идет игра с большой командой. Играли, контролировали, в общем-то, когда 2-0 было. И, знаете, так, удаление, и перевернулась игра. Здесь надо просто-напросто было, ну, ребят, успокоить, наверное, чтобы они услышали нас. И, в принципе, после 2-0, ну, в принципе, мы нормально выглядели. Нормально обычно, знаете, как бывает. Но, наверное, в хороших командах так и должно быть, чтобы мы умели держать этот уровень. Пожалуйста, дальше. Договори, слышно. Здравствуйте, Денис Тейпов, Горобзору. Акбарс так очень правильно, четко играл два периода в обороне. Можно сказать, что за последние 8 минут Вас запреснули эмоции. И поэтому два года случилось. Я думаю, что нет. Было удаление. Мы его играли. Это удаление. В общем-то, ну, немножко неправильно в конце сыграли. Я не могу сказать-то. Не с розыгрыша. Там, в общем-то, хороший гол забил Салават. Ну, потом не дотерпели. И, в общем-то, такой трафик был. Ула пошла ва-банк. Здорово то, что, еще раз говорю, не свалились и довели игру до овертайма. Ну, по буллитам это нам повезло. Владимир Бакулин, КХЛ. Дмитрий Вячеславович, Зарипов вторую игру проводит. Поездки. Насколько вы довольны сегодня его действиями? Ну, Денис хорошо играет с молодыми ребятами. Если все не посмотрит, там было пару неплохих моментов. Вот, в общем-то, мы его там на большинстве в другом сейчас немножко используем подворотами. Ну, в общем-то, хорошо он сыграл. И этих молодых ребят поддерживает. Димка Воронков забил, они в прошлый. Он забил сам. Это здорово, что Звено стал играть результативно. Коллеги, есть ли вопросы в зуме у нас? Есть ли нет? Есть, есть. Ну, Денис Вячеславович, добрый зритель, Фан Васильев, бизнес онлайн. Вы вот сказали про первый период, что немножко показалось, что изначально планировали так и сыграть немножко пассивно, может быть, и сдержать этот натиск слова, потому что похоже и в Казани было примерно по картине игры. Ну, наверное, отчасти есть логика в этих словах, да. Планировали так сыграть, но надо дать должное Уфе. Она, в общем-то, мощно начала, мощно начала. И еще раз сыграли, не пропустили. Это, в общем-то, наверное, вот это важная вещь. Важная вещь. Хорошо. Есть ли еще вопросы в зуме? Если нет, тогда, Дмитрий Шлович, с победой. Спасибо. Отпустим. Спасибо. Спасибо. Коллеги Александр Бугмистров, нападающий Агмарса, автор победного буллита. Александр, ваш комментарий по игре? Ну, хорошая игра. Считаю то, что такой хороший нокаут был. В третьем периоде чуть-чуть сбавили, пропустили два гола ненужных. Не дотерпели, так скажем. Но главное, хорошо то, что выиграли. Единственное, что еще хотел сказать, то, что на таком льду играть невозможно вообще. Я думаю, игроки с Лаутилайл тоже самое скажут. Спасибо. Коллеги, вам в зале. Владимир Бакулин, КХЛ, Александр, добрый вечер. Шестая победа подряд в зеленом дерби. В чем секрет успеха? Да, я не знаю, в чем секрет успеха. Выходим, играем, готовимся, настраиваемся на серьезную игру, потому что знаем, как Слава-то играет, особенно дома у себя, при родных стенах. Расскажите о качестве льда. Вот затронули эту тему, просто вчера здесь проходил вечер бокса. Что именно не так было со льдом? А, все, простите. Тогда вопрос не было. Да, был эмоциональный момент, снова вы забили Слава-то. Не было желания, так как, не знаю, на эмоциях отпраздновать, или что-то гасили в себе, внутри себя. Да, ну, на что отвечать, на лед или на буллит? На лед, блинчик. На лед, на лед. Ну, лед, я не знаю, ну, как будто холодильники не работают или что, потому что он тает, очень много снега, как будто в каше играешь, но шайба прыгает. Ну, думаю, все видели это на трибунах и на повторах. Там на буллит едешь, она прыгает, скотчет. Ну, это, я не знаю, ну, в такой лиге не должно быть такого льда, я считаю. А по поводу празднования голода, я никогда буллит не праздновал. Ну, забил, забил. Главное, выиграли. Скажите, а вам было проще как-то помогать партнерам, рассказывать, как играть против лидера Слава? Все-таки вы их знаете хорошо. Да, каждый год по шесть, по четыре игры играем против друг друга. Уже, я думаю, две команды знают, как играть против друг друга. Стало ли для вас Слава прямо изученной командой? Потому что шесть побед подряд это явно не просто так. Спасибо. Не могу сказать то, что мы изучили команду. Каждая игра по-разному складывается. Пока она складывается лучше в нашу сторону. Коллеги в зуме, да, есть ли вопросы? Спасибо, Александр. Спасибо всем. Рад всех видеть. Коллеги, продолжаем нашу работу. С нами главный витринер Влаевцев, Томми Ломца. Спасибо, Барик Комент. Спасибо. В последнее время мы были в хоккей. Но сегодня мы вернулись, и сегодня мы играли хоккей. Но мы должны играть, если мы хотели победить. В прошлом матче у нас совсем игра не получалось. Очень непросто нам было. Сегодня мы показали, что мы можем выигрывать, и нужно лишь просто играть хоккей. Первый период мы провели весьма неплохо. Единственный минус, что мы не смогли забить. Сегодня мы были 2-дон. Мы были хорошим оппонентом, и мы вернулись к матчу. Это было очень-очень большое. И второй, как молодцы, Мухаммад Улин и Алалик. Большие голы для них, и, конечно, большие голы для команды. Отмечу два плюса сегодняшнего матча. Во-первых, мы уступали 2-0 против очень сильного соперника, и смогли отыграться. И второй важный плюс. Сегодня наши молодые хоккейцы смогли забросить очень необходимые и важные шайбы против такого соперника, и поэтому это очень здорово. И, конечно, Мухаммад Улин, это был поворотплей гол. В последние 5 матча нет поворотплей гола для нас, поэтому это огромное дело. Ну и плюс еще мы отличились, прервали эту неудачную серию при большинстве, когда они могли забить. И, наконец, отличились в большинстве. Ещё, что мы имеем в виду, чтобы мы отбросали больше голы, чем 2-0. Но, как в итоге, мы имеем в состояние тяжелых показания. И, of course, мы должны найти права, чтобы вы знали больше голы, и прежде чем течение трех лет. И тогда игра будет совершенно изменовано. В последние иглы, мы в более тех, кто в последние доли матча играли, но мы в первые гражданах, и поэтому в результате отоприятия начинают давать. и это означает трудные моменты для нас. Самое главное, конечно, что мы сумели сегодня отыграться, проявили характер, но стоит отметить, что необходимо все-таки раньше забивать, открывать что-то первыми, потому что у нас сейчас с реализацией есть некоторые проблемы, потому что мы создаем много моментов, однако, к сожалению, мы их использовать не можем. Райм, как я сказал, после последнего матча, как мы приехали в матч сегодня, и как много ребят оставили на земле, мы имеем очень, очень тяжелую ситуацию, я имею в виду здоровую ситуацию сейчас. Я очень рад, что ребят оставили все на земле сегодня. Спасибо. Томми, чем обусловлен ваш выбор игроков на серию бросков? Я так на Датсуге сейчас посчитал, у них на четверых, в последних десяти матчах, две шайбы. То есть, почему выходят игроки, которые не забивают ни в игре? Как вы понимаете, как вы можете найти на список пенеллищиков, потому что у них нет много игроков, которые выиграли, что выиграли, что выиграли? Те ребята, я думаю, что мы все знаем, как много поигралов, например, Кадейки. Это был наш первый поиграл для нас в этом сезоне. Мы практиковали эти вещи, и поэтому я поставил эти ребята на место. Это было моё решение. И все эти ребята сделали хорошо в предсезоне и в предсезонах. Мы работаем на тренировках. В предсезонке тоже следили за этим компонентом. В том числе Кадейки, например, сегодня уходил бить. Но в этот лист тех, кто исполнил булиты, это моё решение. Тех, кто сегодня бил, в принципе, так. И также, Айс был очень, очень, очень плохо сегодня. И это одна вещь, которая дает, что это такое. Я отмечу плохое качество льда сегодня, которое повлияло на результаты. Проблемы с реализацией, которые Вы упоминали, уже не первый раз у команды по полтора матча подряд, то есть по пять периодов забить не может. Всё-таки Вы нашли причину или нет? Потому что вроде снова начинает команду забивать, потом снова перестает. Вы уже знаете, что вы не сможете уйти? Потому что в моменте вы сможете уйти, но в моменте вы сможете уйти? Да, мы действительно пытаемся найти причину. И мы пытаемся помочь нашим бойцам. И я надеюсь, что мы продолжаем. И я надеюсь, что наша первая и вторая льда начнут снова победить. Потому что это часть игры, в которой мы нужны больше. Конечно. Там всё ещё в процессе, скажем так. В этот момент мы, как тренерский штаб, должны помочь ребятам эту проблему решить. И для первого, и для второго есть такой момент. Поэтому мы всё ещё в поисках этих решений. Данилу Аллыкину сегодня дали сыграть одну смену. И он тут же забросил. Больше Вы его не выпускали. Есть ли надежда, что в следующих матчах всё-таки будет больше играть? Старается, забивает. One shift for Allykin, one goal for Allykin. So, can we hope next game he can play more time? Maybe two shifts and two goals. Может быть, сыграет две смены, забьёт два гола. Let's see. I don't know. Like I said, we have a really bad healthy situation inside the team. And the day after tomorrow, we will know more. Всё-таки, именно по составу, скажем чуть позже. Я думаю, что всё это связано, в первую очередь, с тем, что много травмированных. И сейчас очень сложно прогнозировать то, сколько будет играть. Здравствуйте, Денис Таипов, Горобзору. Как Вы относитесь к шестому поражению подряд от Ак-Барса? У Вашего прихода в Салават такого ещё не было. I think about sixth, lost against Ак-Барс in a row, because before you, as a coach, there's no way any situation like this. This is like a bad series for you. It's an opponent like all others, and they played better than Салават-Юлай. That's it. It's okay. 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 You said you played for a player for a result. But today, two young guys, Muhamaduil and Alokin, 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 one of the same thing. Do you still think that they're young and not ready to give a result? In the most important match, they gave a result? In the past games, some youngster made some results for your team. Again, you make a lot of ice time for play. So do you still have the same opinion? You can play in important games like five times than other minsters? Yes. Yes. Okay. We don't play only against Akbars. I think if you check standings, we are above. So I think a pretty good start for Salaават-Юлай. Like, Akbars is only one opponent. And we don't play only against them. And it's a long, long season. And this is a new season. And we tried to find tools in this whole KHL, not only Akbars. Last season we won one game here. We scored seven goals. 7-3, 7-2. But playoff series for nothing. So, I don't know. We're heading somewhere else. Not only one game. We're heading somewhere else. Not only one game. Only a few weeks ago he had a COVID and he came back. And I think it's not so easy to jump back and start playing with the 100. We all know that all people react different way for that. And some of players, some of people takes one month, two months to get back to good shape. So today, I think we saw Filip what I expect. Today, he was already close his level. First time. I think that Larsen is already in normal form. Because he has been in a long period of time. And we don't want to forget that this is an individual thing. So now, for a few weeks, he is with the team. And I think that he is a little closer to the form, in which he should be. So, in his game, there are no questions for today. Let's go. Thank you. You've got to ask for a question. You've got to ask for a question. You've got to ask for a question. So, maybe in games like this, you need something like a plan B or a bit of a pass. We did everything what we had today. Like I said, I'm really satisfied how boys played today, how we came to the game, how much boys left on the ice. But, hey, this is sport. And even how much you want, you can't always win. And this is sport. And sometimes opponent is better. And today, Akbar has won a shootout. And that was the difference today between two teams. It's a sport. And it's not always possible to win against the opponent, despite the fact that you want to win. Everyone understands the importance of the game. Today, everyone is happy with our team. How it was done. How it was done. How it was done. How it was done. But today, we decided to blow it. Do you think that some problems with mentality to score? Yeah, for sure. Because not so much goals. So, it's the boys start like forcing things. And that's one thing. And like I said before, we really tried to find some medicine and how we can help for the boys. Because you don't score, you start forcing things. And then things getting harder and harder. Are we confident that, you know, I will run out for two teams. It's possible to make it up for one point. You know, for some people, a team of the team, you're going to be playing with them. I think if there's a team of players, you can't have a team of players. I mean, I think this is always a team of players that are still working for players, and this team of them is pretty much, because players of players, are not really good for them. I want to run out in their hands, because they're not really good for them, so they're not going to play. Because it's good for them. Да, я думаю, нужно об этом подумать. И последнее, как вы считаете, почему у Салата были сегодня такие огромные проблемы со входом в зону Акбарса? Может быть углублялись слишком глубоко изначально или, не знаю, они просто, нет, давайте не так. Почему, в принципе, были проблемы со входом? Вот так. Как я уже говорил, после прошлого матча с Акбарсом, это лучшая команда по защите, как я считаю. Поэтому и в этом как раз-таки есть тот момент, что сегодня мы довольны игрой не на все 100% и по этой причине тоже. Коллеги, вопросы? Спасибо большое. Для начала, комментарии по игре. Что сегодня запомнилось, что получилось, что нет. Григорий, пожалуйста. Хорошая игра была сегодня. Пожалуйста, Александр. Да. Да и игра, на самом деле, до первого гола шла, до первой ошибки. Моменты были, кто первый реализовал. Почему-то так получается, что в последнее время Акбарс первым забивает и выигрывает. Но вот реализует те моменты, которые у них есть. У нас что-то не получается. Хорошо, спасибо, пожалуйста. Вопросы, коллеги, есть ли? Раз, раз. Здравствуйте. Азумар Шелуков, медик, краситель. Григорий, давайте сперва вопрос вам. Вы все-таки ветеран зеленого дерби. Как вам кажется, в этот матч он войдет в число самых ярких противостаний? Ну, хотя бы на уровне регулярных. Все-таки две потасовки в третьем периоде с 0-2 отыгрались. Вы по потасовкам определяете яркость игры? Да нет, она в принципе была ничего такая. Ну, по крайней мере, в третьем периоде. Ну, да я сегодня, наверное, не буду каких-то суперкомпетариев давать. Просто хорошая игра была, правда. Как вам кажется, Воронков становится знаковой фигурой этого противостояния? Нет, пока еще. Ладно. Александр, заметили ли вы, показывали на Медиакубе, кто-то из болельщиков сделал плакат «Кодейки чемпиону Братсвеннии»? Нет, не видел. Как вы вообще себя чувствуете после возвращения? Да нормально, в принципе. Я там пропустил неделю всего, поэтому нормально себя чувствую. Я бы не сказал, что там что-то как-то успел физику потерять, тем более там велосипед можно было крутить, в зал ходить, поэтому так нормально себя чувствую. И, наверное, последний от меня вопрос. Вам обоим достаточно общий. Как, в принципе, планировали начинать игру? Первый период был достаточно эффективно, играли по-простому, но в третьем, кажется, просто вообще все. Эмоции захлестнули, все планы. Спасибо. Да, мы, в принципе, как бы сейчас так играем, независимо от соперника стараемся делать одно и то же, контролировать ход игры, контролировать шайбу. Сейчас тяжело идут голы, поэтому сейчас больше переключились на такие. В общем-то, в принципе, сегодня два гола, они такие чернорабочие были, поэтому, может быть, за это надо цепляться. И, наверное, вот это вот, наверное, было самое главное изменение по сравнению с предыдущими играми, по сезону. Вот так вот. Здравствуйте. Нистаев, Горобзор.ру. Вопросы Григорию и Александру. Как вы относитесь к шестовому поражению подряд в зеленом дерби? Тренер пришел, говорит, ничего страшного, это хоккей. Вот ваши эмоции, мне кажется, большое опустошение есть. Мы сейчас шли сюда, я говорю, по-любому будет вопрос, как вы относитесь прям дословно. Да как, никак не относимся, плохо. Ребята, знаете, по чесноку, то, что игра была хорошая, но лед был просто ***, но это же так же не должно быть. Мы все-таки, вот, там, 21 век, регулярный чемпионат, такой ажиотаж вокруг этого всего, но качество, так скажем, качество игры страдает от качества льда. Да, несмотря на то, что, в принципе, вроде бы все было неплохо. Извиняюсь за мат, кстати. То есть к вопросу вернуться, ну, конечно, 6 игр подряд поражения, но, конечно, это не очень хорошо, плохо, тем более эти предыдущие 4 поражения, они там повлияли там на отношение ко всему сезону. Вот, сейчас 2 поражения тоже. Ну, надо понимать, что, в принципе, это мы там не 6 игр, да, проиграли 0-7, да, то есть как бы... И сегодня, сегодня, опять-таки, все было рядышком, все близко. То есть у нас, я думаю, в первой половине по моментам мы точно переиграли соперника. В общем, сейчас Казань, можно сказать, в играх с нами пытается сушить эти игры, да, так скажем, не идет активно, старается дождаться наших ошибок, поэтому... Ну, в принципе, предоставляли шансы нам в первом и во втором периоде, очень хорошие шансы были при счете 0-0 выйти вперед, да, опять мы не забиваем. Вот, то есть как бы неизвестно, как бы эта игра повернулась бы, да, дальше. Вот, ну, опять-таки, игры, они не все 0-7 там проиграны, да, то есть как бы все рядышком, все близко, просто нам надо найти какой-то переломный момент, переломный шаг сделать, чтобы уже в нашу пользу так покатилось с горочки, наверное, преимущество. Если провести параллель с последним матчем плей-офф прошлого сезона, то Слава также начал забивать в последние 10 минут, когда пошли драки, когда пошли эмоции. Можно сказать, что вы по какой-то причине выходите, я не знаю, играть в академичный хоккей, и он не работает. И получается найти свой ритм только, когда эмоции захлёстывают, и вы просто прете вперед. Уже несмотря на тактику, на какие-то установки, просто сами идете и прете. Здесь на самом деле все просто. Казань выходит, играет в пятером, на пятаке встают, держат бокс, да, они стараются не пустить вовнутрь. Может быть, из-за этого как бы кажется, что хоккей какой-то академичный, они просто играют на этом, не играют, защищают свой пятак, вот эту зону опасно. Вот поэтому, да, они туда не пускают. Потом, наверное, я не знаю, может быть, сил там не хватает, может быть, как-то переламывается этот момент, моменты возникают. Я бы не сказал, что там какой-то академичный хоккей. Александр все уже сказал. Последний от меня вопрос Александру. Насколько вы, вот если честно говорить, были готовы к этому матчу? Насколько я знаю, вы вышли с переломом на пальцы? Да нет, если я готов, ну, если я вышел, значит, я полностью был готов, поэтому... Наверное, такие игры не выходят, там на 80% готовы, поэтому все нормально. Александр, вот если даже говорить не о зеленых дерби, а вообще, в принципе, в последнее время, и команда в целом, и ваше звено результативно наступало, да, по сравнению с сентябрем, очень сильно. Все, что не получается, и в большинстве все перестало получаться. В чем проблема? Ну, проблема, наверное, последние 20 минут показали, вот эти два гола, они показали, что надо чуть-чуть полезть, где-то, может быть, сыграть попроще. Хотя, ну, так, опять-таки, результативность, да, упала, ну, я не знаю, у нас как-то очень легко она ушла, потому что мы играли там, мы создавали момент там, ну, в принципе, мы создаем момент там. Серега Шмель, ну, понимаете, для таких игр, там, как зеленые дерби, там, сегодня мы моментов создали, но на самом деле там тот же выход один в ноль, но это роскошь, да, для таких игр. Поэтому здесь говоришь, что там у нас что-то там не, как бы мы там как-то плохо стали играть, или мы играем на самом деле так же, то есть, то есть, как бы то, что проходило раньше, оно, в принципе, то же самое проходит, но оно не залетает, то есть, как бы, не знаю, может быть, какой-то знак для нас что-то поменять. Но, как сказать, ну, моменты есть, моменты есть, то есть, от них уходить. Может быть, как раз не дорожите моменты? Может быть, но сейчас тоже идти, уходить в дебри, там, знаете, психовать, там, какую-то нервную обстановку там создавать из-за того, что там мы не забиваем, и менять полностью там игру, да, то есть, как бы, меня все основы игры, и неизвестно там, к чему это приведет. То есть, моменты у нас есть, и, в принципе, хорошие моменты. Поэтому надо как-то, да, может быть, правда, там в концовке как-то похлоднокровнее, ну, не знаю, там даже вспоминать, там тоже, мы говорим, да, результативность упала, но у нас там в Питере сколько там по ленточке каталось, да, там Череповец, потом, 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 потом в Ярославле сколько моментов было, да, ну, не заходит, что-то, что-то надо как-то толкать. Часто, вот, особенно в октябре, да, звучат эти фразы, сыграть попроще, идти на ворота, но почему-то в итоге-то не делается этого, очень, очень мало таких вот трудовых шагов. Ну, мало, но сегодня их хватило, чтобы сравнять счет. Их должно быть достаточно, их не надо много, их надо достаточно. Достаточно, это когда два очка. Да, согласен. Хорошо. Коллеги, Марат, нет ли зума? Если нет, тогда, ребятам, большое спасибо за работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.